Синий ларек на Полесской, рядом с домом номер 28, попал в черный список землеустроительной службы еще в прошлом году. 2017-й посвятили переписке с владелицей и ограничивались устными предупреждениями. Сегодня приступили к радикальным мерам. Павильон подняли и погрузили на машину. Его хозяйка Татьяна Николаевна переживает, только недавно сделала ремонт, а после всех передряг имущество может пострадать. Женщина, говорит, начинала работать еще в 93-м. Тогда документы были в порядке. Как я уже буду по-новому платить за эту землю? Ну просто не говорите, что я самовольную захватила. Просто я не согласна с чем, что самовольную я захватила. Землеустроители поясняют, факт самовольной постройки был выявлен в прошлом году во время рейдовой проверки. Всего за 2017-й было обнаружено 10 таких фактов. В землеустроительной службе был выявлен факт самовольного занятия земель, то есть использование земельного участка без документа, удостояющего права на него. Гражданки неоднократно выдавались предписания, был составлен административный протокол, было дано право добровольно освободить самовольный занятый земельный участок. Однако гражданка генерировала требования все. Было принято решение исполкома о сносе и демонтаже данной самовольной постройки. Данная постройка была, участок под ее не предоставлялся, поэтому узаконить данную постройку не предоставляется возможным. Все самовольные постройки на самовольно занятом земельном участке подлежат сносам. Лихие 90-е остались в далеком прошлом. Сегодня контроль за строительством ведется пристальный. Землеустроители настоятельно советуют подходить к вопросу возведения со всей ответственностью, будь то частный дом, ларек или просто забор. Татьяна Мартинковская сегодня осталась без павильона и без работы. Женщина надеется найти компромисс и узаконить бизнес, пусть даже не на этом, на торгованном месте.